Здравствуйте! В эфире новости о сети. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. В Северной Осетии продолжают строить социально значимые объекты. Результаты работы обсудили на совещании, которое провел премьер Борис Джаналь. Это такая честь и ответственность. Мемориальные доски погибшим на СВО героям России открыли в Беслане. В их родных школах появился и музей. Там хранят личные вещи бойцов. Есть стенды с биографией и история подвигов. Ребята большие молодцы. Хорошо отыграли. Команда из Владикавказа поедет на финал чемпионата по дворовому баскетболу. На региональном этапе выступили полсотни спортсменов. Как отбирали ребят и кому достался суперприз, смотрите в выпуске. Северная Осетия, как и другие регионы России, по поручению федерального центра активно поддерживает новые территории. Напомним, республика взяла шефство над Черниговским районом Запорожской области. В своем телеграм-канале глава Сергей Миняйло рассказал. Наши специалисты капитально отремонтировали школы в селах Ильино и Новополтавка, а в поселке Черниговка привели в порядок детский сад. В Ильино также восстановили водопроводную систему. Уже разработана проектно-сметная документация по капремонту системы водоснабжения в поселке Черниговка. Помогли подготовиться к отопительному сезону. Кроме того, туда регулярно выезжают бригады врачей. Республика передала району и передвижной медицинский комплекс. К началу учебного года отправили большую партию художественной литературы и учебников на русском языке. А на летних каникулах ребята из Черниговского района приезжали в Северную Осетию на отдых, в лагеря и на образовательные сессии. На реабилитации были врачи, учителя, соцработники из подшефного региона. В Северной Осетии впервые за сезон превышен уровень заболеваемости ОРВИ. 70% детей об этом на еженедельном обратном совещании доложил руководитель Роспотребнадзора Лан Тибилов. Он рекомендовал тестировать на наличие гриппа и ковида всех пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Также важно проводить утренние фильтры и мониторить посещаемость во всех школах и детских садах. В социальных учреждениях придерживаться масочного режима. Председатель правительства Борис Джанаев поручил следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Капитальное строительство по нацпроектам и госпрограммам обсудил Борис Джанаев на совещании с руководителями органов исполнительной власти, администрации местного самоуправления и подрядчиками. Сейчас в республике возводят и ремонтируют больше 200 социально значимых объектов по всем направлениям. Премьеру доложили об этапах и окончательных сроках сдачи. Профильным министром Борис Джанаев поручил лично контролировать работу до введения в эксплуатацию. Вопрос этот очень важный, хочу отметить. Глава республики свои поручения дал всем о качестве исполнения всех мероприятий. Это самая приоритетная задача. Коллеги, еще раз попрошу, у нас время устроится очень мало. Национальные проекты – это показатель нашей совместной работы. Результаты есть, но хотелось бы, чтобы все-таки работа была ускорена. Знать их лица и историю подвигов – героев, которые плечом к плечу отстаивали интересы нашей огромной страны. Имена Чермина Мисикова, Эдуарда Василенко и Давида Хугаева увековечены на мемориальных досках. В их родных школах в Беслане есть и целый музей. В нем хранятся личные вещи, удостоверения и подробная биография. Алена Агаева продолжит. Мы всегда шутили и говорили, «Чера, ты что здесь? А кто нас будет охранять?» Он всегда говорил, не переживайте, все под контролем. Активный и смелый именно таким был Чермен Мисиков. Парень не терпел несправедливости, помогал учителям, одноклассникам и хорошо учился. За это его и уважали, и любили. Бывало рассмешить всех одним лишь словом, рассказывает преподаватель. Чермен навсегда останется примером для учеников шестой школы. Он вырос возле меня, был моим соседом. Затем, когда подрос, был моим учеником. Был очень такой шебутной мальчишка, отважный. Только недавно сидели вместе на перемене между уроками. И никто не мог подумать, что завтра они будут защищать родину. Станут героями, к сожалению, посмертно. Теперь каждое утро, приходя в школу, ребята будут видеть эту доску и помнить тех самых старшеклассников. Этот музей мы создавали с ученицей 9-го Б-класса Аланой под руководством Березовой Ларисы Юрьевны. Я была очень рада тем, что меня пригласили, потому что это такая честь и ответственность для учеников сделать музей в память о своих героях. Памятная доска на входе и целый музей внутри школы. Семьи выпускников передали личные вещи, рабочие тетради, удостоверения, аттестаты. Теперь их бережно хранят на стендах. Дети с интересом и гордостью рассматривают экспонаты. Руководством нашего района и советом женщин правобережного района было решено открыть памятные стенды погибшим. Эти мероприятия мы уже проводим в течение этого года. В январе мы открывали памятные стенды в седьмой школе, в селении Зильги, в Ольгинском, Фарне и в нашей школе. Память о них навсегда останется в наших сердцах, говорят в школах. Чермен Мисиков, Эдуард Василенко и Давид Хугаев. Они героически отдали свои жизни. Все, что мы можем сделать, это помнить и никогда не забывать их подвиг. Алена Агаева, Диана Кабалоти, Новости Осетии. В Северной Осетии провели географический диктант. Русское географическое общество уже в девятый раз организует международную просветительскую акцию. Главной площадкой стал СУГУ. Участники по традиции анонимно отвечали на вопросы по географии страны. Диктант составлен в четырех вариантах, в каждом по 40 вопросов. Десять базового уровня, над остальными 30 придется поразмышлять. Русское географическое общество уделяет очень большое, огромное влияние, внимание тому, чтобы молодежь больше интересовалась теми интересными уголками нашей страны в рамках тех проектов, которые реализуются сегодня в нашей стране. Такие как «Открываем Россию заново», «Самая красивая страна» и фото-выставки, видеоматериалы. Сегодня огромное количество мероприятий во всей стране проходит для того, чтобы популяризировать уголки нашей страны. Современные проблемы требуют современных решений. К такому выводу пришел Ацамас Хугаев, когда захотел перенести нартовский эпос в формат комикса. Так, говорит парень, дети станут больше интересоваться нашими древними сказаниями. Детализация образов и пейзажей была так же важна, как и сюжет. Объем проделанной работы огромный, а вот как создавался проект, расскажет Тамила Кцоева. Герои сказания оживают на глазах. На этой странице Ахшар с братом Ахшартагом охраняют живительное яблоко. Историю об отважных нартах мы знаем с детства. Дедушки и бабушки рассказывали их за ужином, а родители читали вместо сказки на ночь. Теперь они предстают в совсем другом, непривычном, но интересном стиле. Параллельно с нашей культурой мы попали под влияние западной. Это мультфильмы, раньше по популярным телеканалам их крутили. Фильмы тоже выходили. И как-то у нас это все объединилось в одно направление. И мы подумали, было бы неплохо выпустить такие сказания в картинках. Идея создать комиксы о нартах зародилась еще в 2016 году. Тогда реализовать ее не получилось по разным причинам, рассказывает соавтор Ацамас Хугаев. И только два года назад проект поддержали на конкурсе «Машук». И сказания в картинках стали выпускать в электронном формате. Разработали приложение и распространяли своими силами. Потом вектор решили сменить. Дети, играя в телефон, смотря в телефоне сказания в картинках, отвлекались на игры, на различные мультфильмы. И вот сегодня мы получили грантовую поддержку от фонда культурных инициатив. Помимо наших собственных средств и нашей собственной печатной продукции, мы выпускаем печатную продукцию, так скажем, на грантовые средства фонда. Эту продукцию мы распространяем и будем в дальнейшем распространять в школах и садиках Северной и Южной Осетии. Уже посетили два образовательных учреждения в Квайсе и Владикавказе. Одно из них – гимназия «Интеллект». Там школьникам провели презентацию и небольшую тематическую викторину. В сумме планируют посетить не меньше 30 школ. Главная цель – приобщить детей к осетинской культуре и показать историю через непривычный формат, говорят создатели. Вопрос не в том, что именно читают, а вопрос, как это подавать. Если мы те же самые аниме возьмем и напишем по ним книгу, то дети будут выбирать что-то другое. Они просто попали в то, что нравится детям. Это картинки, яркие цвета, образы, персонажи. Могу сказать, у меня сестра тоже увлекалась и увлекается сейчас аниме, но она у нас рисует в проекте. Мы не хотим, чтобы молодежь читала только нардский эпос. Нет, мы за всестороннее развитие, но продвигать родную культуру необходимо, рассказывает АЦАМАЗ. И планов по дальнейшему расширению сейчас полно. Но для этого необходимы ресурсы, которые амбициозные создатели уже ищут. К примеру, недавно участвовали во втором городском молодежном форуме в СОГУ. Там было много ребят, единомышленников наших, которые в различных сферах имеют опыт. Опыт, которого у нас нет в команде. Кто-то программист, кто-то работает в 3D. И у нас возникли новые идеи. Идеи их реализации уже находят необходимые ресурсы. В любом деле нужны единомышленники и ребята стараются привлекать в свои ряды новых талантливых и трудолюбивых людей, которые будут масштабировать проект и принесут ему заслуженную популярность. Томила Акцоева, Георгий Гагиев, Новости Осетии. Сформировать культуру здорового образа жизни – главная задача регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового баскетбола. Его во второй раз организовала «Единая Россия». За победу боролись 8 команд со всех районов. Почти полсотни юных спортсменов выясняли, кто поедет на финал в Новосибирск. Чемпионом стала Владикавказская команда «Белое яблоко». Помимо кубков, медалей и грамот, ребятам достался суперприз – спортивная форма. А вот баскетбольный мяч вручили абсолютно каждому участнику. Одно из ключевых направлений народной программы партии – создать условия для полноценного развития подрастающего поколения. В этом году мы заняли второе место, но в прошлом году заняли первое. Наверное, нам не хватило немножечко дисциплины и агрессивности в защите. А так, ребята большие молодцы, хорошо отыграли. Сам я баскетболом занимаюсь уже пятый год, занимаюсь профессионально. Надеюсь, что в будущем я стану баскетболистом и свяжу свою жизнь с спортом. «Подобного рода соревнования набирают популярность у нашего подрастающего поколения. И помимо футбольных соревнований, мы второй раз уже проводим баскетбольные соревнования, планируем также проводить волейбольные соревнования». 70-километровая дистанция с препятствиями, лабиринт, спуски и подъем по склону, ориентирование на местности и многое другое. Такие испытания прошли участники первого чемпионата по велотуризму во Владикавказе. В районе Сапицкой будки свои силы проверили профессионалы и любители. А цель, по словам организаторов, – популяризация здорового образа жизни и спорта. «Для начала мы не ставили сложных каких-то сверхъестественных задач перед собой, так как у нас соревнования проводятся впервые нами, как бы при участии Центра спортивной подготовки. У нас еще нам помогает Федерация ориентирования, ну и наша Федерация спортивного туризма, и Комитет спорта, конечно же, оказывает нам поддержку. Вот, кстати, всем большое спасибо за помощь, поддержку. Вот, надеемся, что все будет хорошо». И еще о спорте. В Беслане завершился турнир по боксу на Кубок Святого Георгия Победоносца. Выступали ребята от 11 до 14 лет со всех районов республики. Всего больше 250 человек. Мероприятие стало ежегодным, это уже третье по счету. И с каждым разом растет количество участников. В планах расширять турнир и приглашать спортсменов из соседних регионов. Организаторы – Федерация бокса Северной Осетии, Аланское православное общество Зангарак и Владикавказская и Аланская епархия. «Хочу поблагодарить от Федерации бокса республики Аланское православное общество Зангарак за ежегодное проведение данного турнира. В этом турнире дети набираются большого опыта, мотивируют себя на более высокие достижения». «Именно соревновательных площадок мало, как говорят нам. И все как-то управилось, что именно у нас в республике, у нас в этом году уже заявки были из других республик к участию в этих соревнованиях. То есть они становятся действительно престижными. «Ну и это дети, это подростки. Здесь площадка, где испытывается и духовное, ну и физическое, конечно, то, чем ребята занимаются, каждодневно, ежедневно, укрепляя свое здоровье». Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!